Меня зовут Тюлли. Тюлли? Тюлли. Это немецкий, может, немножко по-русски. И вот расскажите, почему вы сегодня стояли здесь, была в парад, люди выступали за свободу? Значит, я здесь стояла с Пиллей, потому что Эстония – это старая гражданская земля. Без тени нести сюжета с 8-9 века. У нас народ такой спокойный, мирный, птичий, немножко флегматичный. И мало, когда люди придут на улицу, но я, как христианинка, не могла бы делать по-другому. Потому что Библия скажет, что Иисус – это Спаситель, Освобождитель. И у Иисуса есть дело менять все в жизни человека. И если у тебя есть ключи от камеры, коболта, и ты не даешь эти ключи, это будет твоим грехом. И если ты узнаешь, что у них может быть лучшая жизнь, ты придешь в Библию. Я говорила только это, что все вопросы решаются через Библию. И неважно, на каком языке – эстонском, русском, еврейском, китайском, японском. Неважно, на каком стороне Библия не меняется. Мы можем смеяться на это слово, мы можем изгнать это слово. Это слово никак не меняется. Так как мы смотрим на Евангелие, но все равно в каком языке. На русском, китайском. Если есть решение для проблемы человека, мы смотрим на эти слова. Скажите, они идут против Библии, против Бога? То есть вы думаете против? Нет, против Библии, но там такая вещь, понимаете? Очень часто люди это сами не знают, потому что если люди связаны с темами, с темами, это мир. Это реальный, другой, но реальный, с глазами невиданный мир. Эти люди, они как банки, как это, ну те, которые в тюрьме, как это в русске. Заключенные. Заключенные только. И им нужна свобода, но они сами это не знают. Так что если кто-то... Чувствуют себя свободными здесь. Они наоборот, у них на плакатах написано. Знаете, посмотрите, а мужчина, посмотрите, какая разница. Вы видели, что я стояла одна. Я и моя Библия. Мы уже вдвоем. Да, мы уже вдвоем. А Бог третий с вами. Да, ну а понимаете, это все-таки требует смелости. Это чувство, я делала неприятное, стоять. Видите, они должны все прийти вместе, потому что одиночка им плохо. Ну, когда-то и они были в одиночестве тоже. Правильно. А сейчас они... Скажем так, если вам не все равно, кто с кем спит, скажите, вот так. То есть спят с мужчинами, с женщинами, то есть, скажите. Нет, нет, посмотрите. Если человек что-то делает в своей квартире, это не моя территория. Но если они придут в столицу моей страны, я как гражданин должна реагировать, потому что я люблю мою... Ну, вы одна пришли. Нет. А сколько христиан-то? А вы одна. Да, это правильный вопрос. Значит, остальным по барабану все? Нет. И им нет дела до чужой жизни? Нет, нет. Это, естественно, не чужая жизнь. Если кто-то придет против Слова Божьего или против самого лучшего, что у Бога есть. Я же... Но Бог же всех любит. Нет. И таких тоже. Конечно. Ну... А говорят, что... Так следуйте примеру Бога. Точно. А знаете, что Иисус сделал? Он исцелил людей. Он исцелил людей. Ну, как человек... Подождите... А почему их Бог создал такими тогда? Подождите, как человек получает исчеление, если кто-то говорит, что есть возможность для этого? Так. Сейчас закончу. Да, вот и все. Спасибо. Спасибо вам. И уже все. Среди христиан очень много же геев тоже и лесбиянок и даже пасторов таких. И знаете, миссиор, среди христианин не те, есть такие христианин, которого Слово Божие досконально не знают. Конечно, есть такие. Но мы не можем смотреть против сила, исцеляющего, сила Божия. Если бы меня заметили, я не кричала, что кто-то дурак. Я ничего такого не говорю. Я просто говорила, что все, что им нужно, это Иисус. Если бы Бог их хотел наказать, Он бы наказал их, правильно? Превратил бы в соляной столб и так далее. А где я говорила о наказании? Нет, я не говорила про наказание. Я говорила про... Это... Как это по-русски сейчас скажешь? Nine gifts of the Holy Spirit. Как это перевести на русский? Девят по... Дух Святой? Да, но там есть еще немножко теологические названия, немножко точные. Я же не знала, что я буду с русскими говорить. Потому что у меня только Словская Библия. Вы какой церкви принадлежите? Как она называется? Я христианка. Это тоже не важно. Вы сами по себе? Нет, нет. В том смысле, что у меня родственники, как это, православные. Я была в литерианской церкви. Я учила полноевангелистическую школу. Я учила методологическую школу. Это не важно. Слово Божие не меняется. Православие, неправославие. Хоть и староверующие. Слово Божие так, как оно было. Вы православная или нет? Я христианка. Просто христианка. Как это? Ну, это же, как это? Человек, который верит, что у Иисуса Христа есть исцеляющая, как это? Сила. Сила. Потому что я это столько раз видела, что я не могу против. Они же не чувствуют себя больными совсем. Они даже очень здоровые все. Нет. Вы не знаете, как они себя чувствуют в одиночестве? Ну, если Бог их создал такими, может быть, их просто надо поддержать и любить по-христиански? Нет. А не осуждать? Слушайте, а где я их осуждала? Вы их не осуждаете, геев? Где я их осуждала? Я просто говорила, что это пройдет напротив Божьего Слова. И это так точно и пройдет. И если что-то против Божьего самого хорошего Слова, то христианин должен реагировать. Это очень плохо. Я не говорила, что кто-то дурак, кто-то плохой. Ничего такого. Я стояла с моей петли. Окей. Так что просто спокойненько, конечно. Обычно эстонцы такие люди спокойные очень, мирные очень. Я тоже эстонка, но не такая более темпорименькая. Вы против однополых браков, да? Да. Какую партию вы поддерживаете в Эстонии? А сейчас, знаете, будем делать так, что я поддерживаю одну партию. Какую? Нет, я это не говорю. Почему? Потому что, понимаете, Слово Божье для каждой партии. Понимаете, когда я делаю политику партии, тогда я не встаю успеть. Но если нато, конечно, тогда встаю. А сейчас неважно. Сейчас неважно, какая партия или человек с партийной, человек с партийной. Неважно. Даже так. Да. Потому что Слово Божье всегда выше всякой партийной политики. Понимаете? Всякой партийной политики. И кому очень нужно, с какой я партии найдет это сам. Так-то просто Бог откроет ему глаза, и он найдет, какую партию я поддерживаю. Слово Божье это совсем самое важное.